Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча. И сегодняшний видеоролик у нас будет про лучшего друга, разумеется, в кавычках, Влада Бахова, Максима Жумаева, который тоже находился в той компании, когда якобы пропал Влад. Хотя на самом деле я считаю, что его убили. Смотрите мои прошлые видеоролики. Я просто хочу, чтобы вы поняли сущность Максима, а какой же он конченый урод. Я сейчас пытаюсь на самом деле себя сдерживать, но даже придурок поймет, что Максим пытается ему навешать лапши на уши. Я вам сейчас ставлю 45-секундный видеоролик, я хочу, чтобы вы это посмотрели, а потом продолжу свой видеоролик. Максим Жумаев, лучший друг Влада Бахова. Какие-то там драки? Нет, ничего нет. Потому что кто-то говорит, что ты когда пришел домой, у тебя не было лицо побитого. У меня? У меня не было лицо побитого. У меня не было никаких ссадин. У меня никаких ссадин не было. Жумаев – это один из близких друзей Влада. И он на поиски ни разу не пришел и отказывался с нами контактировать каким-либо образом. И про вот эти ссадины на лице, когда мы были в лесу, ко мне подошел кто-то из сотрудников. Я у него спрашиваю, какие ваши дальнейшие действия. Он говорит, ну мы в первую очередь будем опрашивать тех, у кого есть ссадины на лице и какие-то следы. Я говорю, а кто это? Это Жумаев? Максим либо косит под дурачка, либо он действительно им является. Посмотрите еще раз тот видеоролик. Вы можете увидеть, что в тот момент, когда он дает интервью, у него побито лицо. И видно же вот эти вот отеки на его лице. Это говорит о том, что он опять с кем-то недавно подрался. Не стоит забывать, что он является офником. И я уверен, что в тот момент, когда Влад якобы пропал, на самом деле эти уроды убили его. Вот этот вот Максим взял и попытался скрыть следы преступления. Взял его куртку, якобы хотел ее постирать, да, для своего лучшего друга, которого возможно он и убил. И просто-напросто избавился от следов. Ведь на куртке, опять же, были следы крови Влада и его рвота. И там, и там можно было обнаружить также следы наркотиков. Поэтому, я считаю, специально кто-то, возможно, даже Дербанов, сказал ему, чтобы тот почистил его куртку. Я думаю, он бы не додумался. Он не настолько умный, да, чтобы додуматься до такого. А Дербанов вполне возможно. И еще, что вот это вот за бред, да? У нас связь не работает. То есть, когда Даша звонит своему отцу Дербанову, у них связь работает. А чтобы позвонить в МЧС, у них связь не работает. Но это же бред. Понятное дело, что вот эти вот детишки, да, пытаются людям навешать на уши лапшу. И, опять же, да, он говорит, что он лучший друг Влада, да. Лучший друг, который оставляет своего друга в лесу. Прикиньте, да? Если бы, допустим, мой друг потерялся в лесу, я бы домой бы даже не приходил бы. Я бы на уши поднял бы всех людей. Я бы сразу позвонил в МЧС, полицию и так далее. Я бы не возвращался без своего друга. Потому что я понимаю, что он может в лесу потеряться. Там огромный лес. К тому же, вы вспомните, в каком состоянии находился Влад. Извините, что меня так бомбит. Я просто не могу сдержать эмоции. И я также хочу сказать спасибо такому каналу, как Будда Гришне, за то, что он завирусил всю вот эту тему. И за то, что он поддержал мою петицию. И ссылочку на канал Будда Гришна я оставлю в описании. Обязательно зацените его канал, потому что он действительно поднимает очень важные вопросы для нашей страны. Коча ТВ, в частности, даже создал петицию. Петиция, она называется «Привлечь уголовную ответственность Дербанова и в кавычках друзей Бахова». Коча ТВ создал. Значит, подписали почти уже 15 тысяч человек. Вы можете себе представить, какое огромное количество людей. Значит, ну вот я зачитаю его петицию. Я, безусловно, поддерживаю эту петицию. В том смысле, что необходимо, безусловно, правоохранительным органам. Сейчас ведется следствие. Конечно, мы не знаем всех секретов следствия. Да и не должны знать, безусловно. Но обратить внимание общественности и еще раз заострить внимание на этом. Коча ТВ совершенно правильно делает, я считаю. Я, эту блогер Коча ТВ, призываю россиян отреагировать на тот факт, что у нас в России любят сажать людей за то, что они кинули пластиковый стаканчик полицейского. А друзей Влада Бахова и отца Даши Дербанова, полицейского Виктора Дербанова, толком-то и не проверяли. А ведь он один из первых приехал на место пропажи Бахова. И никого уже как 10 месяцев не привлекают к уголовной ответственности. Хотя никто из друзей, в кавычках, Бахова и самого Дербанова не решился даже позвонить в МЧС или полицию, чтобы сообщить им о пропаже мальчика. Тем самым они все попадают под статью 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо оставленная без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. Я напомню, что Влад Бахов был несовершеннолетним. Они все как минимум должны были отвечать по этой статье, хотя я вообще считаю, что его убили его же друзья. Подробнее в этом ролике. Я прошу главу Следственного комитета Александра Бастрыкина обратить на это внимание. И Максим ведь даже не помогал в поисках своего «лучшего друга», в кавычках, Влада Бахова. И он никак за все это время не связался с его семьей и не принес свои соболезнования. Я это говорю специально, чтобы вы понимали, какая он гнилая сущность. И я еще раз прошу, чтобы вы подписали данную петицию, если вы это еще не сделали. Ее уже подписало почти что 15 тысяч человек. Эта петиция адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Нужно сделать так, чтобы вот эти вот уроды получили по заслугам, чтобы они понесли уголовную ответственность. Вот эти вот «друзья» в кавычках Влада Бахова вместе с Дербановым. Я также хочу сказать спасибо это Ярославу Андреевичу, который ознатил мне 500 рублей, потому что не сказать вам спасибо на своем канале я не могу. Ну а с вами был Коча ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. Пишите как можно больше комментариев, чтобы этот ролик выдвигался YouTube. Всем спасибо, пока-пока.